Чему такое происходит у людей, что люди до возраста 45-50 лет ничего не имеют? Знаете, я недавно был на встрече, и у меня там близкие были. И вы знаете, я понял, что мы совершенно по-разному воспринимаем нашу жизнь. Воспоминания у меня прекрасные Нового года нашей семье, а у моей сестры другие воспоминания. И знаете, я понял, что мы по-разному как-то воспринимаем жизнь, даже воспринимаем воспоминания. И мне пришла идея такая, вы знаете, что в тотальности или тотально изменить свою судьбу можно, если каким-то образом изменить воспоминания. Почему? Уже настолько развита у нас психика, и настолько мы уже знаем всевозможные методы изменения своей психики, что можно воспользоваться какими-нибудь приемами психологическими для того, чтобы в будущем изменить свою судьбу. Ведь, как сказал Будда Гаутама, из прошлого первопричины, восприятие первопричин формирует, наверное, будущий опыт. А он, видимо, был нарушен, потому что, как сказал Эрик Эриксон в восьми ступенях своей психологии, видимо, опыт раннего возраста, среднего возраста и так далее, не дал возможности сформировать. А травмы психологические этого времени, они, скорее всего, создали вот такие причины того, что у человека что-то не получается. Можно ли это как-то изменить? Я могу вам сказать, если каким-то образом изменить свое восприятие прошлого опыта, изменить его на моментах, и здесь очень важно, праздников, праздников, и второе, на моментах травм, то есть нужно запомнить моменты праздников и моменты травм. Если видоизменить каким-то образом психологические воспоминания об этом, то можно тотально изменить в дальнейшем свою судьбу. Я хочу, возьмем какой-нибудь метод, слава богу, методов мне очень много известно. Допустим, метод, как его звали, Артура Бека, Артур он был или нет? Арон Бек. Арона Бека, когнитивная психология, и, допустим, это же как бы его методы, когда человек может найти конструкции, и после чего изменить к ним отношения, или второе, найти эти конструкции и убрать из них когнитивный, как это называется, возбудитель. То есть, видимо, какие-то травмовые ситуации психологические, которые есть у вас в вашем прошлом опыте, мешают быть вам счастливыми сейчас. И недооцененность, которая формировала у вас убеждения на протяжении жизни, недооцененность дня рождения, недооцененность вас, недоверие, отсутствие коммуникации, сформировало как раз то, что вы на сегодняшний день сумели получить. Можно ли это каким-либо образом изменить? Ну, давайте воспользуемся все-таки методом когнитивной психологии, и я вас научу, как правильно все изменить. Как бы вплетем сюда эзотерику, а также грубо переделаем вот такие, наверное, идеи, связанные с Ароном Беком и его когнитивной терапией психологической. Итак, что мы сделаем? Смотрите, вам необходимо сесть. И первое, что представить, представить, будто вы видите какой-либо праздник. То есть вы видите какой-либо праздник в виде того, что происходит. Допустим, там, мама с папой вас поздравляют с Новым годом, или вас поздравляют с днем рождения. И вы знаете, что так никогда не было. У вас никогда, допустим, не было ярких представлений, хороших поздравлений, отец все время плохо относился к маме, или не было отца, или еще что-то. Что нужно сделать? Нужно вспомнить тот опыт, который у вас был, там, день рождения, или Новый год, или еще что-то. Было так. Хотя очень часто, наверное, не с этого стоит начинать. Это как бы отставим на потом. Наверное, если человек вспоминает, то он, скорее всего, будет вспоминать более, чем что-либо, это травмирующую ситуацию. Итак, давайте вспомним какую-либо травмирующую ситуацию. Допустим, вы спите, вас будет от крика, отец с мамой ругается, к вам плохо относится, или мама кричит на вас с вытраченными глазами, там, и так далее. То есть наиболее ранимое. Либо насилие какое-то происходит, нравственное, эмоциональное, физическое, и так далее. Переживаем это, смотрим мысленно на это и говорим, да, это было со мной. После этого представляем, будто указательным пальцем, делаем квадратик, обводим это, и как слайд берем вот так, достаем, трясем и выбрасываем в мусорку. И после этого представляем, будто мы видим, как мама обожала отца, она села ему на коленку, поцеловала его в щеку, сказала, ой, наша доча, или наш сыночек, после этого вам подарили подарочек, после этого вас обняли, и говорите, с этого момента мое воспоминание будет таким. Да будет так, ангелы мне помогут, это уже придумывая, ну или там, пусть будет так, я видоизменяю данную картинку. Таким образом, вы фактически одновременно убиваете двух зайцев, одного, вернее, убиваете травмирующий опыт, а второе навязываете себе, таким образом, изменяете конструкцию трех элементов, это ваше восприятие травмы, вашу идею восстановления, изменение к ней отношения, и когнитивный опыт, который хранится в этом месте. Смотрите, что необходимо проработать. Прежде всего, вы должны вспомнить травму, когда вас там заклевывали, или обижали там в школе, или там родители, или еще кто-то, и изменить картинку. Да, это было в моей жизни, но я это выкидываю. Теперь, было вот так, и говорите, и представляете для себя, как это было. И это вставляете себе прямо в мозги. В виде картинки. И потом говорите, нет, так как было, было, не было, было так, как я себе придумала. Если сделать так, то очень быстро изменяется практически все в жизни. Это один из самых мощных таких перцентаптуальных, наверное, идей, которые могут очень ярко изменить вашу психику, первопричину вашей психики, и ваши отношения, в том числе чувственное, в том числе нравственное, в том числе эзотерическое, то есть изменить цвет ваших слоев, отношения вашей души, настроить вот эти вот 7 или 8 уровней вашего восприятия, улучшить коммуникации, улучшить восприятие, брать ответственность на себя, верить, что все мужчины хорошие, знать, что женщины не только, быть тем человеком, который получил заботу, любовь, радость, хотя, может быть, этого в вашей жизни никогда не происходило. Вот такой может быть видоизмененный опыт с применением сублимированной эзотерики и когнитивной психологии Аурона Бека. Прикольно получилось. Конечно, не забрасывайте меня особо тапками и даже шерстяными носками, я ни при чем. Я также хочу вам сказать, что, скорее всего, такого метода у Аурона Бека не было, но, тем не менее, мы видоизменили, пусть это будет когнитивная психология изменения восприятия мира или изменения жизни Аурона Бека и Андрея Дуйко. Все, пусть так будет все. До с этого момента пусть так и будет.